Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает воподом. И сегодня речь пойдет об одном из моих самых любимых жанров. Это научно-познавательная популярная литература для детей, посвященная астрономии. Но дело в том, что существует десятки, ну может быть даже сотни на разных языках, я наверное назову несколько на русском, книг, написанных в форме шуточных стихов. Есть стихи о кулинарии, есть стихи о математике, есть стихи о химии. Там так прекрасно все рифмуется. Водород, кислород, гидрит, ангидрит. Но это все, конечно, присказка. Потому что на самом деле стихи Льва Аборина, вот в этой детской книжке «Солнечная система» это реально стихи. И поэтому они, конечно, не смогли полностью удовлетворить функции так называемого господина проницательного читателя. Вы знаете, да? Кто хорошо помнит, что делать Черношевского, тот сразу сообразил. Который сразу так пальчиком погрозит и скажет, «Ммм, далеко не все галилеевские спутники зарифмованы автором. А не добавить ли еще стихи...» Ну, конечно, для поэта это звучит просто как надругательство. «А не добавить ли еще четверстише и другое в уже сложившийся стих?» И поэтому книга пошла... Вернее, не сама собой, конечно, пошла, да? А сконструирована, построена по совершенно идеальному компромиссному решению. Здесь есть поэтический текст, здесь есть увлекательные иллюстрации и есть научное прозаическое сопровождение. Потому что «Солнечная система» с иллюстрациями Эй Мордюковой, «Космические стихи и научные комментарии» — это именно научно-популярная литература. Да-да, в стихах и такое тоже возможно. Посмотрите, здесь есть предисловие не кого-нибудь, а академика, научного руководителя Института космических исследований Российской Академии Наук. И это совершенно оправданное предисловие, потому что книжка-то, она привлекает внимание самых юных маленьких читателей к вполне естественно научной картине мира. А то, что при этом получились не стихи на случай... Я заранее извиняюсь перед всеми мастерами альбомного жанра, да? Да, стихи на случай имеют право на существование. Стихи на случай писались не только в альбомы «Красавица». И, значит, сейчас входят не только в самый последний раздел собраний сочинений под заголовком «разные» или «даби», то есть приписываемые, да? Это вполне себе как бы заслуженный жанр. В нем тоже случалось, бывало, создавались шедевры. Но так вот это не стихи на случай, это другое. Здесь удалось, мне кажется, создать и образы, и привлекательный облик придать для, опять же, самых маленьких читателей. Для тех, кто еще только-только начал осваиваться, значит, в окружающем мире, в нашей Вселенной, включающей Солнечную систему, и в мире книг. Так вот, для них создан привлекательный образ этого самого астрономического взгляда на мир. Вот оно содержание. Если помимо списка традиционных совершенно одной звезды и нескольких планет, почему нескольких, потому что некоторые Плутон включают в планеты, некоторые уже не включают в планеты, вот, здесь есть огромное количество того, что вообще не входит ни в какие детские книжки, особенно малышовые. Но где вы еще увидите малышовые книги не только про Плутон и Харон, карликовые планеты, вернее, двойную карликовую планету, но и про остальные паутоиды, карликовые планеты, которые тоже есть, они открыты на сегодняшний день, мало исследованы, но они открыты. Про пояс Койпера, про облако Уорта – это замечательные слова, которые обозначают вполне себе реальные явления, имеющие для нас первостепенное значение. Например, оттуда прилетают кометы из облака Уорта. Вы же представляете себе, насколько это важно. Кометы позволяют нам исследовать и строение, и происхождение Солнечной системы, представляют огромный интерес для астрономии и большую опасность для Земли, потому что близко пролетающая комета – это вам не шутки. Челябинцы до сих пор помнят. Хотя это был совсем небольшой астероид. Так вот, разницу между кометой астероид Ребенок опять же узнает здесь из этой книги. И вот это как раз содержание как нельзя лучше показывает, насколько глубоко проработан астрономический материал. Довольно большие врезки, очень доступны, без лишней терминологии. Без каких-либо цифр. Потому что если все это указывать, давление в мегапаскалях, гигапаскалях, расстояние в миллионах километрах. Ну, в общем, что-то, конечно, надо указывать, объяснять. Но, например, ребенку все-таки параллакс не объяснишь в 6 лет. Как бы ты ни старался. И вот поэтому здесь, конечно, у как раз автора прозаической части очень-очень много сдерживающих факторов. И то не надо бы, и это еще рановато. И здесь нельзя, и там ребенок не запомнил. И тут со всех сторон. А у поэта как раз, значит, все очень хорошо. Потому что поэту-то никаких рамок нет. Вот, например, Венера. Она светла и непонятна. Она вращается обратно. Она небесная свеча. Она безумно горяча. Когда-то думали, что это такая, как земля, планета. Что под покровом облаков моря среди материков. Что на приветливой Венере живут растения и звери. Но оказалось, что она до ужаса раскалена. Да, жизни нету на Венере. В ее горячей атмосфере. И у богини красоты дыхание углекислоты. Вся Венера в одном коротком стихотворении. В сущности, наши знания о том, что творится на Венере, они же практически исчерпываются этими фактами. Туда считанные разы садились земляне. И оттуда очень мало, кроме наших советских станций, Венера очень мало сведений. Потому что это действительно чудовищное давление. серная кислота, выпадающая в виде дождя. И абсолютно непригодная страшная температура, страшно перегретая атмосфера. Ну вот здесь, например, вот статья о Марсе. Вы видите, что путем аппликации в рисунке вставлены фотографии вполне реальных космических аппаратов и так далее. Ну вот, например, Юпитер. Здесь у нас автор играет шрифтами. Поэтому это надо сначала читать, потом показывать. Огромный, нет, огромный, нет, огромный, достойный целой книги многотомной. Юпитер, чемпион среди планет, плывет не слишком солнцем обогрет. С какой планеты рядом не поставить, он больше всех, он мог бы всеми править. А вся земля с луною заодно войдет в большое красное пятно. Но громовержец, царственный и гордый, представь себе, внутри совсем не твердый. Там нет воды и суши, как у нас, а только есть холодный газ, газ, газ. Ну, если быть совсем точным с научной точки зрения, то водород доходит там до жидкой, а потом и до металлизированной формы благодаря чудовищному давлению. И, конечно, температура тоже поднимается ближе к кедру Юпитера. Но по факту, по форме, если говорить о химическом составе, это, друзья мои, газ. Хотя по нему можно было бы постучать, если бы нашлась ручка, способная проникнуть туда и постучать по этому твердому водороду. Вот. Поэтому, конечно, огромный Юпитер, и вот это прекрасное, что вся Земля вместе с Луной вместится, вы вдумайтесь в эти масштабы, да, в одно большое красное пятно, сразу показывает очень наглядно, очень предметно малышу, что такое эти вот объемы, масштаб космической Солнечной системы. Да, конечно, не все сведения, особенно о транснептунах, особенно о, значит, астероидах, особенно о Боблуке Уорта и так далее, о гелиопаузе, это отдельная главка. Не все сведения усвоит малыш с первого раза. Ну, так ведь этого и не требуется. Книга должна привлечь. А вот эти стихи складные, запоминающиеся, идеально точные с точки зрения астрономии, поправьте меня, прочитав книгу, если я не прав. Если там есть какие-то фактические ошибки, мне это будет очень интересно. Вот, значит, и снабженная очень толковыми предисловиями и послесловиями, нафорзаться и нагрзаться совершенно, эта книга адресована именно тем родителям и их детям, кто хочет сразу показать, как все устроено, да, не ограничиваясь скупыми и, честно говоря, не очень совершенными рисунками в учебнике по окружающему миру для первого класса, да. Если там вообще что-нибудь говорится о Солнце и планетах, мне кажется, это даже отложено до второй, на третий год обучения, чтобы деткам голову-то не забивать. Забивайте, друзья мои, забивайте. Это очень правильно. В голове должно найтись место для такой величественной и важнейшей для нас вещи, как устройство нашей с вами Солнечной системы. Особенно, если это стихи Льва Аборина. Спасибо за внимание.